В Астане 6 часов вечера вы смотрите новости. О них вам расскажут сурдопереводчик Виктория Антонишина и я, Алмаз Ашим. Добрый вечер. В агропромышленном, индустриальном и транспортно-логистическом секторе намерены наращивать сотрудничество Казахстан и Словакия. Сегодня в аккорде глава государства встретился с премьер-министром Словакии Нурсултан Азарбаев и Петер Пелегрини обсудили актуальные вопросы отношений и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Президент отметил, что визит премьер-министра Словакской республики послужит импульсом для дальнейшего укрепления межгосударственных связей и углубления взаимодействия в различных сферах экономики. В свою очередь Петер Пелегрини подчеркнул важную роль нашей страны в деле установления межгосударственного диалога в мире. Президент, господин премьер-министр, я вас приветствую в Казахстане, мои рады вашему приезду. Между нашими странами есть очень добрые отношения, нет никаких проблем ни политических, ни экономических, и то есть для развития очень важно. Я вспоминаю мою встречу с президентом Гаспаровичем в 2010 году. Сейчас вы встречались с нашим премьер-министром, с вами приехали бизнес-делегации, и это даст новый толчок к нашим отношениям. Казахстан мы считаем авторитетной страной и высоко оцениваем стабилизирующую роль вашей страны в решении многих международных вопросов. Я согласен с вами, что отношения между нашими странами открытые, и разделяю мнение, что торгово-экономический оборот еще не достиг желаемого результата. С премьер-министром мы также обсудили важные вопросы взаимоотношения наших стран. Какой должна быть подготовка педагогов и на кого нужно равняться? Сегодня же глава государства встретился с ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая. Нурсултан Азарбаев подчеркнул роль вуза в становлении и развитии системы высшего образования в стране. Президент напомнил, что в нынешнем послании особое внимание уделено в сфере образования. В частности, глава государства поручил повысить статус педагога, принять отдельный закон. Соответственно, педагогический университет будет одним из первых реализовывать поставленную задачу. Кроме того, Нурсултан Азарбаев указал на необходимость соответствия вуза требованиям современного научно-технического прогресса. В свою очередь, Токер Балыкпаев доложил президенту о результатах развития университета. По информации ректора, вуз вошел в топ-500 лучших по версии глобального рейтинга высших учебных заведений всего мира. Университет является одним из первых высших учебных заведений Казахстана. Можно сказать, что его создание положило начало формированию системы высшего образования в нашей стране. Уверен, что вы и весь профессорско-преподавательский состав будете и впредь вносить свой вклад в развитие отечественного образования. В своем послании в этом году я уделил особое внимание вопросам учебно-просветительской деятельности и улучшения условий жизни студенческой молодежи. Повышение статуса педагога является также важной задачей. Ваш университет должен находиться в первых рядах в деле ее реализации. Необходима всесторонняя проработка данного вопроса. Вуз должен также соответствовать требованиям современного научно-технического прогресса. Нужно сотрудничать и кооперировать с ведущими университетами мира. Следует делиться опытом и налаживать совместную работу. Кроме того, важно продолжать работу по повышению статуса КАЗНПУ. Ваш университет должен быть главным вузом в области педагогических знаний. Мы встречаемся с вами в знаменательное время. Университету исполняется 90 лет. По этому поводу хочу поздравить весь профессорско-преподавательский состав и студентов. Спасибо большое за ваше поздравление. Хочу передать вам благодарность от нашего коллектива студентов и преподавателей. Коллектив нашего университета с восторгом воспринял ваше послание, которое направлено на улучшение благосостояния нашего народа. Мы постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы реализовать все поставленные перед нами задачи. Мы знаем, что вы с особым вниманием относитесь к нашему вузу, и благодаря этому наш вуз достиг очень хороших показателей. Мы вошли в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings. Мы заняли 481 место. Среди стран СНГ еще не было педагогического университета, который достиг бы таких вершин. В продолжении темы о сотрудничестве Казахстана и Словакии. Бизнес-форум двух стран прошел в Астане в рамках рабочего визита премьер-министра Словакии Петера Пелегрини. В нем приняли участие официальные лица, представители деловых кругов и бизнесмены двух стран. Около сотни предпринимателей провели встречи в формате B2B, обсудили вопросы сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства. К слову, товарооборот между двумя странами вырос на 40% с прошлого года и за 6 месяцев текущего достиг 30 миллионов долларов. Но это не исторический максимум. В 2013-2014 годах, к примеру, он достигал 80 миллионов долларов. Основной продукт, который Казахстан экспортирует в Словакию, это сырье, продукция нефтегазовой промышленности. Словакия же это страна с большой историей в сфере машиностроения, производства автомобилей и их запчастей. Помимо этого, Словакия присутствует в Казахстане в таких сферах, как фармацевтика, фармакологические препараты в Казахстане имеются. И они присутствуют в сфере строительства и обслуживания города. Многие стадионы, общественные места, табло, турникеты, все системы объявлений, они поставляются в Казахстане и Словакии. Разработать конвенцию, которая исключит применение антибиотиков, не в лечебных целях в животноводческой сфере призывают казахстанские ветеринары. Эти и другие проблемы в данной области обсудили на субрегиональном семинаре для стран Центральной Азии и Южного Кавказа по зоонозным заболеваниям, среди которых бруцеллез, эхинококос и бешенство. По словам экспертов, устойчивость микроорганизмов к антибиотикам очень высока. Это связано с их бесконтрольным использованием. В итоге лечить животное становится сложнее, при этом очень часто болезнь передается человеку. Они отмечают, что каждый год в мире выявляется порядка пяти новых инфекционных заболеваний, 70% происходят от животных. Такая конвенция действует в Евросоюзе, и нам нужно повторить эти шаги. Так говорят ветеринары. Действовать, разумеется, нужно сообща. Если корова больная или больное животное, там надо назначать. Но производители вдруг обнаружили, что если использовать антибиотики, животные растут быстрее. Курица растет в пять раз быстрее, если она потребляет антибиотики. Понимаете, это добавляется в корма. Вот это недопустимо. В результате микроорганизм начинает приспосабливаться. Мы не успеваем даже вакцину на них производить. Как взаимодействовать нам с ветеринарами, как работать в сельском хозяйстве, чтобы избежать распространения болезни на людей. Это наша задача. Продолжаем выпуск. В Казахстане собираются увеличить сумму ущерба для привлечения к ответственности за налоговые преступления. В Генеральной прокуратуре для этого разработали соответствующие поправки в закон. Об этом на третьем форуме по защите бизнеса сообщил генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров. По его словам, сумму крупного ущерба собираются повысить до 50 тысяч месячных расчетных показателей, особо крупного – до 75 тысяч МРП. Для возбуждения уголовного дела будут обязательны не только пороговые показатели, но и в первую очередь судебное решение о наличии преступного деяния по уклонению от уплаты налогов в действии субъектов. Кроме того, расширили основания для прекращения уголовного преследования еще по трем составам преступления при полном возмещении материального ущерба. Снимутся вопросы, связанные с выемкой бухгалтерских документов. Выемка не будет приостанавливать основную деятельность предпринимателя. Он сможет продолжать работать по копиям изъятых документов. С начала следующего года телевизионный контент в Казахстане будут показывать со знаком возрастного ограничения. Речь идет о ток-шоу, передачах и развлекательных программах. Новшество не коснется только новостей и аналитических рубрик, которые выходят в лайфе. Отмечу, ранее возрастное ограничение было только для фильмов. Мера, по мнению разработчиков закона, оградит детей от информации, которая причиняет вред их психологическому здоровью и развитию. Напомню, закон был принят еще в июле. Сейчас идет обсуждение подзаконных актов. Уже известно, что те, кто будет нарушать требования, понесут административное наказание. В кодексе по этой части предусмотрена новая статья. С 2019 года будет работать вот эта новая статья. Сначала будет налагаться предупреждение, выносится предупреждение ответственному лицу. И далее, в случае, если в течение года повторяется это административное правонарушение, то есть не исправилась, да, или телекомпания, или оператор связи, то уже тогда налагается штраф в размере 200 МРП. Это позволит предостеречь детей, их родителей от вредного влияния на детскую психику, неокрепшую детскую психику. Ребенок в 6 лет – это одна личность. Ребенок в 12 лет – это другая совершенно личность. В обсуждении принимали участие как представители отечественных телеканалов, так и иностранных. И теперь с Нового года все они будут подчиняться новым требованиям. Сегодня представители телеэндруэстрии обсуждали нюансы закона, в частности, кто будет присваивать знаки возрастного ограничения и как это будет происходить. Кстати, знак, скорее всего, будет представлен в виде прозрачной цифры, а всего 6 категорий – от 0 плюс до 18 плюс. К другим темам. В Казахстане с начала отопительного сезона в жилом секторе произошло 720 пожаров. 27 человек погибли. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин. По его словам, основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил противопожарной безопасности. Для профилактики таких чрезвычайных ситуаций компетентные органы будут осуществлять подворовой обход частных домов, чтобы еще раз напомнить Казахстану. Казахстанцам о мерах осторожности. Юрий Ильин также заверил, что все органы управления реагирования на чрезвычайные ситуации к зимнему периоду готовы. Ко всему прочему, заместитель министра внутренних дел призвал казахстанцев проявить сознательность и не выходить на рыбалку, поскольку сезон ледообразования только наступил и лед пока что остается неустойчивым. Уже 10 человек, которые у нас утонули в результате рыбалки. Элементарные вещи – выход на лед, когда он не окреп, запрещен. Соответственно, с собой необходимо иметь спасательный жилет. Это явно игнорирование со стороны отдыхающих приводит к таким печальным последствиям. Сейчас готовится при понижении температуры в некоторых регионах ледовые переправы, которые будут позволять прохождению автомобильного транспорта, будет специально проводиться подготовка ледовых переправ. Поэтому при движении по водоемам необходимо только на выверенных трассах, которые заранее определяются и готовятся специально службами. Между тем, в Караганде открылась общественная приемная, куда по проблемным вопросам в коммунальной сфере обращаются жители города. Карагандинцев принимает лично руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. Встречи проходят каждую неделю и длятся 5 часов. Все жалобы горожан главный антимонопольщик области записывает, дает ответы. Если обозначенная проблема требует проверки, то по ее итогам потребители получат письменное разъяснение. В основном жители обращаются по поводу установления приборов учета, установки теплощетчиков, электрических счетчиков, а также неправовмерного начисления платы за коммунальные услуги. По каждому случаю мы будем разбираться. Такие встречи надо проводить обязательно, чтобы люди знали, за что платят, кто ответственный, куда обратиться. Потому что бывает с проблемами, людям некуда обратиться. Это хорошо, что каждую неделю можно по каким-то мелким может быть вопросам обращаться. В Павлодаре компенсируют завышенные тарифы на электричество. Прокурорская проверка показала сверхприбыль монополиста в размере 2 миллиардов 700 миллионов тенге. Около 1 миллиарда энергоснабжающая организация теперь должна пересчитать населению. Как выяснили прокуроры, компания незаконно начисляла своим сотрудникам около 79 миллионов тенге в качестве премии, 39 миллионов тенге в качестве командировочных расходов. К слову, в республике нет определенной методики возвращения потребителю сверхначисленных средств. Поэтому общественные экспертные организации выступают с предложением создать постоянные комиссии, которые будут контролировать законность в тарифообразовании. По итогам проверки нам удалось добиться снижения тарифа по передаче распределения электрической энергии на 10%. Сумма экономии средств потребителей составила около 1 миллиарда тенге. С 1 октября текущего года введен компенсирующий тариф. Сумма оплаты за электроэнергию потребители уже перерасчитаны. 21 видов только тарифов по теплу. Электрическая часть 6, по мощности 7, но эта работа никогда при заслушивании, утверждении тарифов, она нигде не обсуждается. Вообще на обсуждение монополистами это вообще не выносится. Поэтому народ зачастую просто не знает и очень непрозрачно делает прибыльную часть. Для монополистов очень просто это деньги. Воздушные деньги. Мне иногда кажется, если хорошо посчитать, они не производят столько тепла и столько электроэнергии, сколько они продают. Тем временем в Министерстве энергетики опасаются дефицита ГСМ в стране. Выяснилось, что бензин и дистопливо в большом количестве утекают в соседние страны. В частности в Россию. Там стоимость горючего гораздо выше. О тревожной ситуации глава ведомства доложил премьер-министру страны. Бахажан Сагентаев, в свою очередь, поручил правительству до конца следующей недели придумать, как защитить внутренний рынок. Не исключают в Минэнерго и развитие неблагоприятного сценария. Роста цен до уровня российских. Это 250 тенге за дизель, 240 тенге за бензин. При таком исходе, как отмечает Канад Бузумбаев, правительству нужно будет принимать меры по субсидированию потребителей. Сегодня, если сравнивать, допустим, потребление Туркестанской области и города Шенкента, в котором вместе проживает 3 миллиона человек, и там какой-нибудь западно-казахстанской или Костанайской области, в которых проживает 700-800 тысяч человек, то потребление в двух последних несколько раз больше, чем на юге сегодня, по дизельному топливу и по бензину. Это означает, что дизельное топливо и бензин утекают на сопредельные рынки. В продолжении топливной темы новость из-за Будаби. ОПЕК+, рассматривает снижение добычи нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки в следующем году. Этот вариант обсуждался министрами энергетики стран экспортеров нефти, сообщает Рейтер. На такой шаг страны идут, чтобы предотвратить избыток предложения, что в свою очередь приведет к ослаблению цен. Между тем, на этом фоне цены на нефть начали расти. Стоимость марки Brent, к примеру, подросла на 1,7%, составила чуть более 66,5 доллара за баррель. На рост цен к тому же повлияли данные о запасах топлива в США. К событиям в мире другим. Совет безопасности ООН единогласно снял санкции с Эритреи. Данное решение было принято после того, как власти страны заключили мир с Эфиопией. Теперь с Эритреи сняты запреты на поставки оружия, размораживаются активы. Гражданам можно выезжать из страны. Конфликт между двумя государствами возник еще в 60-х, когда началась война за независимость Эритреи от Эфиопии. Конфликт продолжался почти 30 лет до 1991 года. В 1993-м страна вошла в ООН, а еще через 5 лет между соседями возобновилось вооруженное противостояние из-за приграничных территорий. Тогда погибли десятки тысяч человек. Премьер-министр Эфиопии и президент Эритреи подписали мирное соглашение между странами 9 июля этого года. В государствах открылись посольства, возобновилось морское и авиасообщения. Телеканал CNN подал иск против администрации Дональда Трампа после того, как их корреспондента Джима Акосту перестали пускать в Белый дом. CNN требует немедленно восстановить аккредитацию Акосты. Ситуация, по мнению редакции телеканала, может негативно отразиться на каждом журналисте. Вопросы, которые задавал Джима Акоста, пришлись не по нраву президенту США. Репортер поинтересовался, почему Трамп в предвыборных речах называл мигрантов захватчиками, а также Акоста спросил, не опасается ли президент расследования его предполагаемых связей с Россией. В ответ на это Трамп назвал журналиста грубым и ужасным человеком. Драгоценности, принадлежавшие Марии Антуанетте, ушли с молотка за 42 миллиона 700 тысяч долларов. Всего на торги Сотбис в Женеве были выставлены 10 украшений французской королевы. Звездами торгов стали бриллиантовая подвеска в 49 карат из натурального алмаза и жемчуга, а также кольцо с монограммой Марии Антуанетты и локоном ее волос внутри. Как заявили представители одного из старейших в мире аукционных домов, эта коллекция драгоценностей, одна из самых значительных в истории проведения аукционов. Отмечу, украшения французской королевы на протяжении 200 лет находились в частной коллекции. Мария Антуанетта, австрийская эрцгерцогиня, по рождению являлась супругой короля Франции Людовика XVI, их обоих казнили во время Великой Французской революции в 1793 году. Пока это все, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова